Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Александр Михаленко, и сегодня мы с вами находимся на Меганоме. Меганом – это такое место, которое находится в окрестностях Судака, где прекрасные, шикарные, дикие пляжи. Но в интернете за последнее время очень много накопилось вопросов касательно этого места. Открыта ли здесь дорога? Пускают ли сюда на пляжи? Что здесь строится? Что здесь происходит? Сегодня я постараюсь вам дать эту информацию. Пройдемся по всем пляжам, покажу вам все эти места, что здесь происходит, что здесь будет. Даже сегодня немножко попадем на Тавриду, на ее территорию, посмотрим, что там у них. В общем, с вас авансом большой палец вверх под этим видеороликом. Ну, а мы с вами начинаем. Погнали! Ну что, друзья, месяц, лето уже позади. Мы, наконец-таки, добрались до Меганома. Сегодня здесь прогуляемся, посмотрим на территорию, что здесь вообще происходит. А происходит здесь, ой, как многое. Как здесь все поменялось. Ну, во-первых, ответ на первый вопрос. Открыта ли дорога на пляже? Друзья, дорога открыта. Дорогу здесь сделали новенькую. Машины спокойно доезжают, как вы видите по ней. И сделали вот такую большую парковку. Вот она, где стоят автомобили. Парковка абсолютно бесплатная, ни за что платить не нужно. Приезжаете, оставляете свою машинку и идете уже пешком на пляжик. Ну, либо на автобусе приезжаете, он у вас здесь высаживает и вы спускаетесь на пляж. Смотрите, здесь сделали дорогу для машин и рядом с ней идет такая дорожка. Там велодорожка и пешеходная зона. Получается, можно дойти сюда и пешком. И стоит заметить, что эта вторая пешеходная дорожка, она ведет до самого Судака. То есть на велосипеде, либо на электросамокате, либо если вы хотите прогуляться, можно дойти пешком сюда до Меганома. Конечно, расстояние не ближнее, но это очень здорово, что, видите, Судак в таком плане тоже очень развивается. Появляются пешеходные зоны, велодорожки. Это не окончательный еще вид, не окончательный вариант, потому что тут еще все будет переделываться. По этой дорожке будут сделаны зоны отдыха, поставят скамейки, урны, высадят деревья, фонарные столбы. Все это в будущем у нас здесь появится. Но сейчас предлагаю нам пройти, посмотреть, что на пляжах Меганома конкретно происходит. Прямо перед парковкой висит вот такая табличка, друзья, написано «Медийная ферма Бисус» называется. Да, у нас есть медийная ферма, и вы прямо к ней сможете доехать на своем автомобиле. Вот здесь перед парковочкой сворачиваете и едем на ту дорогу. Я сегодня тоже схожу на эту медийную ферму и узнаем цены вообще. Сколько стоят живые у нас здесь медии, устрицы, не знаю, что они там выращивают, посмотрим. Парковку эту расширили в прошлом году, она была намного меньше, в половину меньше, чем сейчас. Поэтому места здесь хватит всем. Ну, пойдемте смотреть. Видите, уже сейчас утро, 9 часов, но машин уже достаточно много для такого времени, я бы вам сказал. Люди приезжают, приезжают, а к вечеру эта вся парковка вообще полностью забьется, потому что в Судаке на центральных пляжах никто купаться не хочет. Значит, приезжают все вот сюда, можно сказать, на дикий пляж. Ну, как сказать дикий? Раньше он был диким, а сейчас они уже такие, можно сказать, оборудованные и похожи на городские. Ну, видите, машин довольно-таки много здесь. Люди едут на отдых и кайфуют на этих пляжах. Сегодня, может, тоже с вами занырнем, искупаемся, и заодно измеряем температуру воды. Градусник я с собой тоже сегодня взял. Так, смотрите, здесь установили шокбаум, дальше идет уже пешеходная зона. На автомобиле вы не проедете, если у вас нет спецпропуска. Поэтому автомобильчик оставляем на парковке и спокойно уже идем дальше. Так, ну что, меганом изменится просто до неузнаваемости в будущем времени. Ну, а пока сейчас еще идет стройка, все это делается, строится. Как видим, уже построили вот такую дорожку, но это, друзья, пока временно, я так предполагаю, потому что набережная будет немножко еще расширяться, будут высаживаться различные деревья, фонарные столбы. Вот уже какие-то установили, поставили скамеечки, урны, но работа еще далеко не завершенная. Поэтому я вас буду информировать, буду вам показывать этапы все, как здесь все происходит, это благоустройство. И в будущем мы потом сможем сравнить кадры до и после, как было и как стало. Видите, вот эти вот магазинчики, кафешки, которые были вот здесь прямо, они стояли на, можно сказать, этом берегу, на обрыве. Их все снесли и их должны перенести вот на эту сторону, чтобы они не закрывали нам вид на море. Я считаю, это правильное решение, потому что, ну, с этой стороны вообще идеально. Здесь будут кафешки располагаться, здесь будет набережная, здесь будет такая парковая зона. Будет вообще идеально. Ну, я так вижу, по крайней мере. Так, ну что, пойдемте. Сейчас сначала сходим на медийную ферму, чтобы потом нам не возвращаться сюда. И уже отправимся в сторону теплохода «Князь Багратион». Я сегодня еще планирую попасть на пляж «Ракета». Узнать, что у нас на том пляже происходит. Так, вот смотрите, в той парковке вы можете проехать там по дороге. Здесь вот еще одна такая парковка. Это для тех, кто хочет на вот этот конкретно пляж попасть. Вон там тоже люди ставят машинки свои. Ну, вот так по чуть-чуть меняется и меганом теперь. Теперь вы видите, что здесь происходит. Потому что в начале сезона здесь, когда только начинали делать набережную, в интернете появилась куча фейковой информации, что здесь окопы роют, что здесь еще что-то делают. На самом деле здесь будет, друзья, достойная набережная. Ну, сейчас, конечно, вам, скорее всего, непонятно. А вот в будущем вы скачете. Да, круто сделали. И надеюсь, что вспомните этот видеоролик. И вот через лет, сколько, пять, вы возвратитесь к нему, когда посмотрите будущие видеоролики. И посмотрите, как здесь было в это время. Ну, вот, видите, здесь тоже парковку сделали. Здесь, похоже, не знаю, временная или нет. Хотя нет, ее подсыпали, иначе не временная. И здесь уже идет спуск, получается, к морю. Вот здесь, помните, стояли вот эти все кафешки. Теперь вот здесь будет открытое пространство с видом на море. Но к берегам близко не подходите, прям на обрывы, потому что обрыв здесь такой сыпучий, и может в любой момент обвалиться. Так, ну, давайте глянем, что на пляже. Вот такие спуски будут. Но здесь пока еще эта часть не оборудована. Сейчас пойдем туда, где Устричный пляж, там уже они сделали все красиво. Ну, вот в пляжной меганоме. Так, давайте сюда. Так же, я экстремал, поэтому я могу заходить на любые там уголки от весны скалы, за меня не переживайте. Естественно, сегодня спустимся, пройдемся по этим тоже пляжам. Я вообще обожаю меганом, потому что здесь всегда чистейшая водичка. Здесь вот эта такая мелкая галька, это очень здорово. Ну, естественно, здесь такие марсианские пейзажи, поэтому берите с собой какой-нибудь зонтик, чтобы отдыхать на пляже, либо палатку, либо какой-нибудь навес, потому что солнце вас здесь спалит. А тенька здесь особо нет, только на оборудованных пляжах, которые я вам сегодня также покажу. Ну, вот смотрите, вот этот кусок, там прям трещина вот пошла по нему, и он скоро валится вниз. Поэтому лучше прям близко к этим обрывам внизу не располагаться, а чуть ближе к морю. Ставьте свою палатку, либо зонтик, и отдыхайте там. Так, ну я тоже не буду сюда заходить, не дай бог сейчас еще валится на кого-нибудь, давайте лучше дальше пройдем. Так, а где же мы искупаемся сегодня? Не знаю. Видите, каждый год дожди все сильнее здесь размывает эту местность. Вот здесь прям так хорошо, я смотрю, размыло, что подо мной, видите, пустота. Ну вот, люди кайфуют, отдыхают, море чистенькое, ну и самое главное, получают крымский загар себе на зиму, чтобы зимой ходить с крымским загаром. Так, давайте до самой крайней точки, до этого мыса дойдем, и уже посмотрим. Так, ну здесь тоже ведутся какие-то работы, я не знаю, что здесь будет располагаться, в будущем, естественно, мы это все увидим. Как трудно говорить, что здесь будет, но я буду вам показывать. Вот, конечно, классная точка здесь для съемки. Фото, видео, так, ну что, людей не много, мне кажется, машин было больше, чем людей сейчас на пляже. Возможно, все на другой пляж пошли туда, в сторону Устричного, либо на Академический пляж. Видите, здесь оставили эту зону, такую, можно сказать, нетронутую, здесь дикий пляж, такой, какой он был раньше. Поэтому те, кто любит отдыхать дикарем, то вам, пожалуй, на этот пляж. Те, кто уже любят чуть больше цивилизации, вам туда, в сторону Судака, двигаться, и там уже оборудованные пляжи будут. Медийная ферма находится, видите, вот самые крайние здания, это, друзья, медийная ферма. Вон у них в море, собственно говоря, находится та самая ферма, где они выращивают медий, устриц, и здесь уже продают. Они их могут сразу здесь приготовить, вам их тут покушаете, либо можете взять их сырыми и дома уже сготовить. Я сейчас хочу туда дойти и узнать, сколько сейчас стоит один килограмм медий. Думаю, вам тоже будет такая информация полезна, потому что быть в Крыму и не поесть медий, это тоже преступление. Поэтому и справляетесь. Видите, меганом уже все, солнце выжгло всю траву, весной он был такой зелененький, такой красивый, а сейчас все, трава уже пожелтела, ну, потому что солнце печет, солнце жарит, и вот такой он климат меганома. Так, ну что, я предлагаю нам спускаться уже к пляжу и двигаться в сторону медийной фермы. На обратном пути мы прямо вот здесь, по низу вот так по этому берегу пройдемся до Устричного пляжа и там уже поднимемся наверх. Ну, море чистейшее какое. Я уже хочу нырнуть. Скорее всего, купаться буду в конце видеоролика, когда дойдем до пляжа Ракета. Все, я уже спустился сюда, на этот дикий пляж. Смотрите, видите, самый крайний мыс, вон, который выходит в море, называется мыс Рыбачий. Расположен он на меганоме, и прямо возле этого мыса расположена одна из самых красивейших бухт в окрестностях судака. Конечно же, я говорю про Гравийную бухту. Там самая вообще чистая вода, там прекраснейший пляж. Ну, приезжайте туда, купайтесь, можно дойти по берегу вот так, но, конечно, в жару трудноватенько будет идти, поэтому легче вам арендовать катер, чтобы он вас туда закинул и вечером потом уже забрал. Там, друзья, в окрестностях такие живописные скалы, там паналить с маской это просто одно удовольствие, там богатый подводный мир. Я, кстати, на днях планирую совершить морское путешествие на Саборде вокруг всего мыса Меганом. Этот видеоролик выйдет у меня с путешествием в моей группе ВКонтакте по подписке. Заходите по ссылочке в закрепленном комментарии, подписывайтесь и не пропустите это увлекательнейшее путешествие. Там будет и подводный мир Крыма тоже. Покажу вам, что у нас под водой здесь на Меганоме расположено. Может быть, встретим каких-нибудь интересных обитателей Черного моря. Так, ну а мы движемся в дом. Дом и дикий, так сказать. Еще вам такой обзор пляжа. Но, видите, людей в этом году немного, поэтому места на пляже хватит всем. Хотя, вот новости последний читал, говорят, что там на въезде в Крым огромнейшая пробка образовалась в 11 километров, что ли. Люди поехали, поэтому ждем, не бойтесь, в Крыму все спокойно, друзья, обстановка, как вы видите, шикарная. Приезжайте и отдыхайте. Видите, некоторые люди прямо здесь на пляже разбили палатки и вот так живут здесь дикарем. Дикий отдых, конечно, круто, но я долго так в палатке жить не смогу. Кстати, в моем морском путешествии будет ночевка в палатке на диком пляже, где не будет людей. Не пропустите этот видеоролик. Так, ну и здесь, видите, тоже немного палаток появилось. Лодочки, вот, конечно, если бы нас сейчас закинули на лодки в Гравийную бухту, вообще было бы здорово. Может, сейчас узнаем, ходят ли туда какие-нибудь катера и сколько это вообще стоит. Но в прошлом году или 500, или 700 рублей стоило, хотя, тут идти, ну, друзья, минут 20, наверное. Но в жару так лень ходить, вы не представляете. Поэтому готов любые деньги заплатить, чтобы тебя на катере туда доставили. Вот, смотрите, сюда сделали дорогу до медийной фермы и вот сюда вы сможете проехать на своем автомобиле, чтобы купить себе вкуснейших крымских мидий. Здесь, видите, кемпингисты сюда перебрались понемногу. Небольшая их часть. Так, вот, джип-туры. Может, на джип-турном куда-нибудь сгонять в окрестностях тоже судака. Я не знаю, куда они здесь водят. тут вот рыбаки собрались, ловят рыбку. Ну и вот, устречная ферма Bisos называется. Пойдемте узнавать, почем мидии. Я еще помню времена, когда здесь стоял один такой маленький домик. Сейчас, конечно, они расширились неплохо. Крым Меганом Bisos основана в 2015 году. Это медийная ферма. Ну, круто, что есть такие места, где можно прийти покушать свежевыловленных мидий. Так, мне хоть за рекламу мидий дадут, за такую. Хотя, думаю, вряд ли. Так, ну, друзья, сейчас быстренько покажу вам, что здесь за местечко такое. Так, мидий один килограмм 250 рублей, устрица одна штука 150 рублей. Ну, сейчас глянем, хоть как они выглядят. Ну, вот, друзья, оценичик вам. Здравствуйте. Ну, и прям здесь их готовят. Вот здесь вы можете присесть и с видом на море покушать. Но лучше это делать уже под вечер, когда закат солнца, потому что ой-ой-ой, потому что солнце садится где-то, друзья, вот в этом районе. Тогда здесь очень и очень красиво. Ну, сами видели, цены приемлемые, потому что в прошлом году также мидии стоили 1 килограмм 250 рублей, одна устрица 150 рублей, я не знаю, это прям реально недорого, потому что когда мы ели в каком-то заведении, там они чуть ли не до 600 рублей доходили. Помните тот видеоролик? А здесь прям вы можете свежую мидию с лимончиком покушать и с видом еще на море, да еще и в таком месте на меганоме. Так, ну что, я предлагаю нам передвигаться уже дальше на Устричный пляж и с него пешком идти вдоль берега до пляжа Ракета, ну или докуда мы там с вами сегодня доберемся, посмотрим. Друзья, раз делаем обзор на меганом, решил все-таки арендовать лодку и отправиться на Гравийную бухту, чтобы вам показать эту бухту. В общем, стоимость лодочки 1000 рублей, но это потому, что я один. Если бы было больше людей, естественно, стоимость была бы намного ниже, поэтому чего не сделаешь ради контента. В общем, отправляемся на Гравийную бухту, сейчас немножко там искупаемся, занырнем и потом обратно продолжим наш обзор. Так, ну что, друзья, вот наша лодочка, сейчас на ней отправимся на Гравийку, вон туда. Готовы? Я да. Блин, маску с тобой не взял, вот что, плохо. Ну что, вот, друзья, отправляйте туда, вон там, правильную, мы не взяли. Рав 있을 отмечена отмечена вон там. Ну что, ото вон вот уже на вон там и не и и и Продолжение следует... 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 Ну вот мы и добрались до Гравийной бухты. Вот так выглядит этот дикий пляж в окружении, друзья, скал. Здесь такая мелкая шикарная галечка. Вода, как я вижу, вроде бы прозрачная. На днях просто был шторм, друзья, море волновалось, но здесь водится чистая. Сейчас отправимся с вами, поныряем немного и потом дальше уже на пляже. Ну, видите, люди сюда некоторые доходят, некоторые на сапбордах сюда грибут. Как и я, вскоре большой тур вокруг меганома буду делать на сапборде. Вот это вон с детьми. Ну, в общем, такой кусочек рая у нас здесь в окрестностях Судака. Рекомендую сюда прийти вам, понырять. Можно попрыгать вон со скалы в море, полюбоваться морскими красотами. Ну что, готовый, я пошел, короче, нырять. Мне уже очень жарко и прям хочется искупаться. Но скалы здесь очень живописные. Еще раз повторюсь, что на закате солнце здесь прям вообще будет шикарно. Вода становится золотого прям цвета, потому что солнце вот здесь садится. И вся бухта эта подсвечивается. Поэтому до заката здесь точно продержитесь. Ну и вон уже меганом сам мыс. Вот он, мыс рыбачий идет. Сейчас непонятно, что это за мыс. С другой стороны там тоже такая же дикая бухта, называется бухта любви. Но там уже нудисты на ней обычно загорают и купаются. А здесь такой обычный дикий пляжик для всех. Все, ныряем. Друзья, чуть не забыл, мужчина, который вез меня сюда на катере, сказал, что для всех вас, для всех моих зрителей, сделают скидочку в 10%, если вы вдруг надумаете сюда на катере добираться. Но в принципе тут дойти 20 минут. Если хотите, можете просто дойти бесплатно. Но если хотите на катере, то для вас будет скидочка. Поэтому обращайтесь. Номер, возможно, я его здесь оставлю, не знаю. Он у меня рекламу не заказывал, не брал. Но все равно скидка для моих зрителей, это всегда приветствуется. Поэтому заведения по Крыму, которые работают, обязательно свяжитесь со мной. И мы вас тоже покажем, если сделаете хорошенькую скидку для моих подписчиков. Все, а теперь ныряем, друзья. Дальше вы меня слышать не будете, потому что я буду под водой. Надеюсь, что-то там сможем с вами разглядеть. Поэтому погружаемся. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Успеем пробежать. Как где у нас будет она, секунда, чтобы пробежать туда? Сейчас волна пройдет, вот эта. Ой, чуть не прыгнул в воду. А все, терять уже почти нечего. Ой, е-мое. А куда мы забрались? Блин, отсюда не выбрут, только через верх. Ладно, сейчас перелезу туда, там уже включусь. Все, теперь можно спокойно идти. Здравствуйте. Как она? Отлично, у вас как? Как отдыхается? Отлично. Нормально? Судака. Вода почище. Ну да, здесь почище. Понятненько. Ладно, побегу дальше, давайте, хорошего отдыха. Вот, друзья, тоже наши. Ой, зрители. Мне кажется, все, кто в Крым ехал, хотя бы раз, но смотрели мое видео. Так, ну нам нужно где-то подняться наверх и уже спуститься на устричном пляже. Вот здесь почему-то ограждена зона для купания. Я сколько себя помню, столько она здесь ограждена. Видите? Вот сколько я уже лет в Крыму. Мне неизвестно, что там на дне. Нужно будет понырять, посмотреть. Но почему-то здесь каждый год она ограждена. Спасательные вышки поставили. Раньше их не припомню. Теперь, видите, здесь дежурят спасатели. Следят за вами. Кто-то грязью обтирается. Здравствуйте. А где вы грязь взяли? Да. Я тут с Чакрака привезу. С Чакрака? Ничего себе. Да мы там бываем тоже часто. Здравствуйте. Приезжайте в Крым, всех ждем. Вот, друзья, процедуры с лечебной грязью. Да, лечебная, да. Кстати, там самая лечебная в мире, насколько я знаю, грязь. На лодере Чакрак. Да, там родники, вулканическая активность и морская. Так, а чего помогает вообще? Помогает, она улучшает состояние кожи, волос, иммунитет укрепляет. Также там много, целый перечень болезней, которые лечатся в грязи лечебности. Это очень полезно. Ну, спасибо за информацию. Ладно, давай, счастливо, хорошем отдыха. Вот, видите, друзья, помните, тот видеоролик мой из Керчи, когда мы ездили на генеральские пляжи, я тогда в озере обтирался лечебной грязью. Люди ее прямо сюда, в судак везут. И здесь уже на пляжах также ее натираются. Ну, как видим, здесь действительно грязь работает. Она действительно признана самой лечебной грязью в мире. Насколько я читал информацию про нее, сами можете загуглить и прочитать. Лечебная грязь с озера Чакрак. Так, ну, здесь уже чуть оживленнее. Но все ровно. В прошлом году этот пляж был прям хорошо так обустроен. Были лежаки, были навесы, насколько я помню. В этом году что-то его не обустроили. Сделали таким диким, для дикого отдыха, так сказать. Но зато следующие пляжики сейчас увидите на любой вкус, который хотите. Хотите дикарем, идите сюда. Хотите благоустроенный, чуть дальше пройдите. Все, друзья, здесь мы поднимаемся по лесенке. И выходим уже наверх. Мы уже по чуть-чуть приближаемся к устричному пляжу. Он так называется, устричный пляж. Вот здесь такой магазинчик, типа вкус нашего моря. Помните, я на набережной в Судаке пробовал вот эти вот ставридку жареную. Это их сеть тоже здесь на Меганоме. Так, ну, здесь тоже повысаживали пальмы. Мне вот интересно, как пальмы переживут зиму на Меганоме. Потому что климат здесь, ну, прям, я бы сказал, такой жестковатый будет. И ветер, и холода здесь. Здесь клумбы. Но это все, друзья, еще будет благоустраиваться. Только у нас такой первоначальный вариант. И вот он, устричный пляж. Ну, давайте на него спустимся, покажу вам его. Наши еще там, потом мы и будем. Можно, видите, вот там спуститься. Можно и здесь. Ладно, давайте через официальный. Потому что музыка играет, не хочу идти к музыке, чтобы нам не дали никаких нарушений. Ну, видите, все-таки тоже пальмы появляются. Это хорошо. Надеюсь, что приживутся. Вот здесь, конечно, сделали круто. Здесь у них и бар, и кафе на территории. Но сейчас сами все видите. Ой, а я вас где-то видела. В Ютубе, наверное. Здравствуйте. Смотрите, здесь сделали туалет на пляже. Вообще, респект. Вот здесь такая переодевалка. Переодевалка и душевая. Александр Михайленко в Ютубе. Все, да, вот точно. Салин. Да. Посмотрели ваши выпуски, где вы поедете. И как вам здесь, расскажите? Очень нравится. Откуда приехали? Из Дмитрова. А вы на машине ехали или как? На машине, не на поезде. А как там на мосту? А мы попали в переворот. Поэтому долго. Ну да, только муж трое суток добирался. Да, так прям мы долго. Понятно, но жестко. Ладно, хорошо, молодыха. Заимно. Не, я прям смотрела ваши руки. Так, друзья, ну показываю вам. Вот здесь вы покупались в море. Пришли, переоделись. Ладно, заходить не будем. Потому что людей. Здесь есть душ. Так, а, вот водичка бежит. Есть. И все красивое, все беленькое, чистенькое. И это самое главное. Вот здесь, насколько я понимаю, душ, туалет бесплатный. Это круто. Так, ну и здесь, типа, сверху вам вид покажу. Сначала на этот пляж. Здесь тоже столики, где вы можете посидеть, покушать. Видите, здесь навесы вот этих тенек. Под ними шезлонги. Сам пляж небольшой. Вот он. Бухточка прям маленькая. Вот начало ее. И вот конец. Но очень уютно здесь все сделали. Все в таких белых тонах. Мне прям очень и очень нравится. И вот здесь такая кафе-бар. Люби, купайся, загорай. Со вкусом нашего моря написано. Ну, скажите, как Меганом уже преображается, согласны? А что здесь будет через пять лет? Вообще страшно представить. Я прям рад, что у нас появляются такие благоустроенные пляжи. Ой, друзья, там пиццу готовят. Я хочу пиццу. После купания вообще очень есть хочется. Ну, ладно, дотерпим уже до дому. Так, ну, сейчас зайдем на пляж прямо. Покажу вам обстановочку здесь на пляжах. Так, интересно, вот здесь сколько шезлонги стоит. Сейчас мы узнаем у кого-нибудь. Так, друзья, обойдем их со стороны. Так, температура воды написана 22 градуса плюс. Не знаю, насколько точно. Мы сегодня тоже замеряем. Ну, вот, друзья, такая спокойная бухта. Называется Устричный пляж на Меганоме. Поэтому смело можно приезжать и отдыхать уже с удобством. Также дежурят спасатели вон. Сидят за тем, как вы купаетесь. Так, не дай бог, ничего не случилось. Так, ну, а мы с вами... А, вон там, а нет, там нельзя подняться. Выбираемся обратно. И... Идем на следующие пляжи уже. Ну, респект. За такой пляжик мне понравился. Прям очень. Сейчас узнаем, платный туалет или нет. Скажите, пожалуйста, платный или бесплатный? Платный. А шезонка не знаете почем? Если я не ошибаюсь, 500 рублей в час. Час. Ага. Хорошо, спасибо. Ой, друзья, вот узнал вам немного информации. Душ, туалет бесплатен. Шезонг 1 час 350 рублей. Целый день 550 рублей. Так, ну, а мы с вами идем дальше. Так, вот на этом месте тоже появились какие-то каркасы. Я не знаю, что здесь будет. И вот рядом строится, я так понимаю, тоже что-то, какой-то каркас. Пока, друзья, я не могу сказать, что за объекты будут, как их только доделают, я вам сразу сообщу. Ну, радует то, что здесь начали озеленять уже по чуть-чуть территорию, высаживают, как вы видите, кипарисы, туи, еще вот вечно зеленые кустарники. Но здесь пока еще не завершили. Давайте прямо пойдем, глянем на море. Блин, а что же здесь будет такое интересное? По каркасам какие-то домики. Скорее всего, какое-то место отдыха для отдыхающих. Не знаю пока. Ну, друзья, как только их построят, я вам обязательно покажу и расскажу, что здесь будет. Возможно, это кемпинг. Те, кто приезжает отдыхать дикарем, здесь могут останавливаться. Возможно, что-то другое. Пока только предположения, информации никакой не владею. Ну, дальше идет такой каменистый берег. Там лучше уже в обуви ходить, потому что камень такой прям остренький. Так, ну ладно, идемте дальше. На этом месте раньше был кемпинг, где приезжали кемперы, отдыхали с палатками. Сейчас, друзья, здесь тоже появится что-то новенькое. Там уже дальше, я смотрю, появилось. А вот это местечко пока только загрунтовали, можно сказать. Но посмотрим, что будет. Теперь, если вы хотите отдыхать дикарем, то вам на кемпинге в морское поселочек, либо в село Веселое. Там отличные кемпинги, тоже шикарные пляжи, чистое море. Поэтому, если хотите, я в отдельном видеоролике покажу вам те кемпинги, чтобы вы знали, куда вам в следующий раз отправиться уже со своим кемпером на отдых в Крым. Так, ну, а мы приближаемся уже к каким-то зданиям, я вижу, что-то здесь планируют такое масштабненькое. Видите, теперь все будет в одном дизайне. Это радует, что как раньше не было вырви глаз. Сейчас, видите, все культурно, ухожено будет. Один дизайн. Скорее всего, какой-то магазинчик будет. Уже поставили вот такую навигацию, которую можно понять, где мы. Сейчас посмотрим. Молодежно-проследительский курорт Таврида Арт. Так, а где мы, скажите мне? Я вообще-то ничего не могу понять. Ага, мы. А, вот вы здесь. Мы вот здесь. Что здесь будет? Фреш-бар какой-то будет вот здесь на месте. Так, центр парусных видов спорта. А, вот это, вот он. Вот здесь, друзья, будет центр парусных видов спорта. Строится. Это вообще круто. И дайвинг-центр. Но он чуть подальше. Будем проходить его здание. Так, территория пляж спортивный. Во, спортивный пляж. Это для меня. Так, пляж академический. Сейчас вам его покажу. И подводный арт-парк. Про него тоже чуть попозже. Так. Фут-траки. Сцена. Теплоход Багратион даже отметили. Значит, его не собираются убирать, если он здесь есть на карте. Ладно, пойдемте дальше смотреть. Как я понимаю, вот это здание, это будет здание дайвинг-центра. Волшебники, я знаю, что они здесь остались на меганоме. И у них теперь появится новое шикарное здание, друзья. И самое главное, вот здесь прямиком в море будет подводный арт-парк. Что это такое? Вы ныряете с дайвингом, и там будут разные скульптуры, какие-то инсталляции. Только они будут находиться уже под водой. Очень круто. Обязательно с вами нырнем, когда он появится. Насколько мне уже известна информация, там уже есть одна инсталляция. Это феникс, так называемый. Но на одну инсталляцию нырять не хочется. Вот когда их станет много, тогда уже с вами и погрузимся. Радует то, что здесь высадили сосны. Вот я уверен, что сосны в таком климате 100% приживутся. И представляете, когда они вырастут, как это здесь будет выглядеть здорово. Газончик зелененький уже здесь сделали. Возвращение, когда травы, мне кажется, не было в этих местах. А тут зеленый газончик. Естественно, все это поливается. Потому что здесь такая полупустыня, можно сказать. А сейчас вот все будет вот так здорово. Так, ну идемте дальше. Интересует пляж спортивный. Что это вообще такое? Что за пляж спортивный? Для спортсменов, то есть для меня. Так, ну, друзья, тут сейчас кипит работа. Наверное, вряд ли можно заходить во время строительных работ на территорию этих объектов. Но чуть-чуть заглянуть, я думаю, можно. Блин, ну сосны вот меня радуют прям очень. Когда они вырастут, будет как в Канаке на набережной. Такие пышные сосны. Я очень надеюсь, что мы... Ну, мы, наверное, не дождемся этого времени. Они через лет сто вырастут. Ну, посмотрим. Так, ну, я уже вижу вот такую площадку. Это пляжный волейбол. Либо есть еще пляжный футбол здесь будет проходить. Вокруг у него высадили также пальмы, как мы видим. И, о, я вижу уже спортивную вон площадку. Давайте вокруг обойдем, потому что здесь сейчас тоже вон ведутся работы у нас. Я сейчас вот так вокруг, наверное, этой площадки обойду. Здесь меня не прогонят, не выгонят. Ну, пальмы не знаю, вот, смогут ли они здесь выжить или нет, друзья. Ну, вон, песочек уже завезли на площадку. Здорово. Вот волейбольщик я бы сыграл прям на берегу моря. На такой площадке. Но ее тоже еще пока только делают. Пока она еще не готова. Вон уже установили трибуны. Видите, они стоят. И с этой стороны должны быть трибуны, насколько я знаю. Или нет? Кто разбирается там в пляжном волейболе, напишите нам. Так, ладно. Пойдемте вокруг. Вот, друзья, вот здесь будет дайвинг-центр. Но здание, конечно, у них будет прилично большое. Если сравнивать с тем, которое было у них раньше, то сейчас это вообще круто. Да, смотрите, какая огромная у них территория будет теперь. Меганом вообще не узнать. Ну, друзья, сейчас еще раз повторюсь. Пока это черновой вариант. Что мы увидим здесь в будущем? Как это все будет? И представляете, зеленые газончики. Как круто. Хоть бы пальмы здесь прижились на этом месте. Прямо на берегу моря. Живые. Вот трибуны, которые здесь будут тоже установлены напротив этого поля. А, тут еще какое-то поле. А вот это что? Вот это больше похоже на волейбольное, потому что оно немного поменьше, чем то. Ну, работа кипит. Вот здесь что-то похожее на бассейн будет для заплывов. Не знаю, бассейн это будет или нет. Но, скорее всего, да. Прямо очень похоже на какой-то бассейн. Но посмотрим. Так, а куда нам выйти? Ну, пойдемте сюда. Прямо так и выйдем. Еще, конечно, здесь очень много работы предстоит сделать. Но, как видим, работа прям кипит. Уже здесь установили вот такую спортивную площадку с различными снарядами, инструментами. Можно приходить заниматься спортом. Ну, и видно прям, что качественные установили снаряды, друзья. Не такие, как у нас в городе обычно устанавливают, а именно качественные. Ух-ёй, я такой даже не подниму. Как мне ей вообще работать? А, где-то вот инструкция есть, как работать на этих снарядах. Так, и пресс можно... Вот мне нужно пресс, упражнение для пресса качать. Покрытие такое мягенькое, слушайте. Аж пружинит. Вот эта штучка. Для чего эти штуки, я не знаю. Вот такой-то столик. То, что на нем делать нужно. Турнички. А, вот тут написано. Давайте прочитаем. Спорт, норма жизни. ГТО. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс готов к трудовой обороне. Так, сгибание на разгибание рук. Сколько нужно раздать? Ну, короче, все упражнения, которые нужно сдать, чтобы получить значок ГТО. Так, ну. Прикольная площадка. Осталось дождаться, когда все работы завершатся. Чтобы можно было без этого всего шума здесь просто кайфовать. Искупался в море на турничок, пару подходов. То опять в море. Здесь что-то будет. Видите, работа прям кипит здесь. Дошли до этого пляжа. Местные называют его Медийка, Лягушатник. Но сейчас официально он называется Академический пляж. Потому что, видите, вот эти здания. Это Академия Мегано. Мы сегодня туда на территорию обязательно попадем. Чуть немного вам расскажу там подробной информации. Что это вообще такое, для чего это нужно. Но сейчас предлагаю спуститься на сам пляж. И уже по нему пройтись чуть дальше. Возможно, до Багратиона с вами сегодня также дойдем. Пляж, друзья, полностью бесплатный. Открыт для каждого человека. Любой желающий может его посетить. Что примечательного в этом пляже. Сейчас мы давайте обойдем. Оттуда зайдем. Это то, что здесь все бесплатно. Туалеты, шезлонги. Ни за что платить, друзья, вам не придется. Так, ну давайте здесь зайдем. И здесь по вечерам иногда проводят какие-то концерты. Вот на такой небольшой сцене. Ну вот, друзья, приходите сюда и отдыхаете здесь. Вот это все бесплатно. Занимаете шезлонг. Отпускаете ребенка купаться в море. Здесь глубина именно небольшая. И лягушатник, потому что здесь дети, как лягушки, раньше плескались. Поэтому и так называют. Поставили двух спасателей на пляже, которые смотрят, чтобы, не дай бог, ничего не случилось с вашими детьми, с вами. Вот такой сервис уже добрался и до судака. Мне кажется, это вообще первый бесплатный пляж в Крыму. Есть фудтраки, вот где вы можете приобрести еды, перекусить. Ну, либо с собой можете что-то взять, чтобы здесь уже не тратиться. Там, в бухте, вон в центре поставили фонтан. Его включают ночью, он такой высоко бьет вода. И он еще подсвечивается, тоже прикольно. Однажды я вам ночью его тоже покажу. На пляже, как вы видите, есть переодевалки, есть душевые кабинки, есть туалеты. И ни за что платить не нужно. Еще раз повторюсь, это все, друзья, бесплатно. Урны, вот, чтобы мусор люди не бросали. Ну, в общем, вот этот пляжик они сделали прям очень достойно. Мне нравится. Поэтому смело можете сюда приезжать с детьми и кайфовать. Вот зона в Тинке есть. Есть зона на солнышке для тех, кто хочет позагорать. А, здесь вот еще спасатели дежурят. Их не двое, а больше получается. Один на вышке и двое на пляже стоят. Вот так. Здравствуйте. Вы не знаете, сколько водичка градусов? 22 градуса. А вы замеряли? Да? Так, друзья, 22 градуса вода. Сегодня. Ну, как вам пляж? Если сравнивать с тем, что было, просто небо и земля. Красота. И, кстати, вот этот вот мыс, там стоят фонарики, вам их не видно, но он ночью тоже красиво подсвечивается. И вот этот берег тоже с подсветкой сейчас у нас. Все для отдыхающих. Приезжайте. Так, ну, а я сейчас предлагаю нам подняться на территорию. У меня, благо, есть вот такая штучка, которая запускает меня туда. И обследовать территорию, узнать чуть подробную информацию про нее. И, естественно, донести ее до вас. Ну, что, друзья, погнали наверх. Меня зовут Данил. Я специалист службы арт-парка. И я занимаюсь организацией и проведением всех, всего того действия, которое связано именно с экскурсионной частью на всех площадках. Мы, по факту, находимся на территории Академии творческих индустрий Меганум. Это новый такой проект, новый формат с новыми уникальными смыслами, с созданием уникального кода молодых творцов России. Ну, и начинаем мы от главного въезда, гостевого въезда, через который попадают все на территорию Академии Меганум. Для удобства и комфорта здесь у нас располагаются два парковочных... Давайте пройдем. ...две парковки. Эти парковки более чем комфортные, с разметкой, с подсветкой, вечерний период времени и с вот такой вот, можно сказать, фотогалереей. Это смелый арт-проект под названием «Меняющий мир» от группы художников «Рокс-арта». Вот они вдохновлялись теми людьми, которые изменили мир не только соотечественников, но и продолжают менять этот мир всего мира. Здесь творцы культуры, искусства, медицины, науки и так далее. Далее. Несколько левее располагается здание гостевого центра. Сам гостевой центр, как и Академия Меганум, он будет функционировать круглогодично. Там располагается стойка ресепшн, и вот все гости, творцы, участники, наставники, они попадают туда и фактически с порога уже окунаются в эту творческую атмосферу. Так, ну и перед нами располагаются первые постройки, которыми являются жилые корпуса. Это пять жилых корпусов, они имеют 4-5 этажей в высоту, ну и начиная со второго этажа, там располагаются комфортабельные номера для участников, для наставников, для экспертов, которые оборудованы всей необходимой мебелью и техникой. На каждом этаже располагается также помещение кухни, то есть в условиях даже трехразового питания в бестро каждый может воспользоваться этим помещением и приготовить что-нибудь еще. На первом этаже у нас располагаются помещение глажки, помещение стирки и специальные номера для людей с ограниченными возможностями, поскольку сама Академия Меганум – это равные возможности абсолютно для всех дворцов. Так, ну здесь живут просто участники, потому что многие мне там пишут в комментариях, что это гостиница, что можно номерами давать, такого здесь не будет. Нет, аренды здесь нет, все эти места предоставляются полностью бесплатно во время образовательных заездов, то есть участники, наставники, эксперты. Здесь несколько категорий номеров, есть номера одноместные люксы, есть двухместные, есть трехместные, которые оборудованы абсолютно всем необходимым. То есть по факту творец, который попадает сюда на процесс обучения, он не беспокоится абсолютно ни о чем, кроме о процессе творения. Так, а что попасть сюда на обучение, допустим, что вообще нужно сделать? Во-первых, нужно перейти на наш сайт, есть специальные регистрационные формы, вы заполняете видео-визитку 90 секунд и выполняете творческое задание в зависимости от направления, от школы обучения, которая будет реализована. И далее на основе конкурса вам приходит пригласительное письмо, и вы погружаетесь в этот творческий процесс, получаете новые знания, умения. Так, а возраст какой должен быть? От 18 до 35 лет. Попадаем, значит. Так вот, перед нами располагаются три здания творческих мастерских. Это именно то место, где будет происходить весь интенсив во время периода обучения. Сами творческие мастерские, они имеют такой достаточно интересный стиль. Мы живем в эпоху постмодерна, поэтому все вот эти постмодернистские вени, они прекрасно читаются. И вот если опять-таки касаться архитектуры, несмотря на современные материалы, бетон, стекло, все это дело очень грамотно вписано вместо рельефа и выглядит достаточно фирменно, то есть не выбивается. Что касается специализации. Вот творческая мастерская А, например, в сторону которой мы сейчас двигаемся, там располагаются художественные студии, там находится медиа-центр, потом помещение для цифровизации, и располагается многофункциональный зал на 400 человек, который предназначен для проведения различного рода мероприятий, событий, собраний и так далее. Ну и сейчас на территории Крыма у нас функционирует первая мультимедийная выставка. Она работает до конца июня месяца. Записаться может абсолютно каждый. Выделены временные слоты, то есть опять-таки через форму регистрации на сайте. Регистрируйтесь, приезжайте и смотрите на все это великолепие. Так, все это бесплатно или платно пропустит, получается? Это все абсолютно бесплатно. Это все абсолютно бесплатно. Такой же формат экскурсии есть и, грубо говоря, на саму Академию, и в ближайшем будущем мы запускаем формат экскурсии по территории арт-парка и фестивальной площадки, того места, с которого все фактически иначе. Началось. Это я перебылал, а вот так. Так, ну, проходите. Да, здесь, кстати говоря, сейчас идет разговор о том, чтобы продлить на месяц еще одну экспозицию. В рамках первого заезда на фестивальную площадку он состоялся под названием «Только в России». Объединил под собой семь арт-школ. Одна из арт-школ – это арт-школа подводного арт-парка. То есть приезжали ребята, погружались с оборудованием подводных, разрабатывали проекты подводных арт-объектов. И вот у них был блог подводной фотографии и живописи. И вот итоговая выставка, грубо говоря, она продемонстрирована здесь. Также доступна всем, кто попадает к нам на экскурсию. Можно, в принципе, пройти и ознакомиться. Так, а этот арт-парк, он доступен тоже будет, получается? Да, да. Вот мы выйдем на точку променада, я примерно обрисую место в море, где он находится, и расскажу, как туда попасть. А так, все эти работы, они были написаны именно под водой. Это под водой? Под водой. Ничего себе. Масленными красками, мастихинами, да, вот несколько часов ребята готовились, погружались. И там, как это же арт-школы, они разрабатывали концепцию проектов арт-объектов для подводного арт-парка. И вот макеты, напечатанные на 3D-принтере, они перед нами. То есть мы берем не только классическую, скажем так, школу обучения, но и активно внедряем новые технологии в современный процесс создания и арт-объекта, и всего, что нас окружает. Я видел, там уже один объект погрузили. Птица Феникс. Да, да, да. Есть такое дело. Так, сейчас подсниму еще рисуночки. У нас располагается мультимедийная выставка. Это два зала. Вот я предлагаю пойти в первый зал. Это все творчество резидентов арт-кластера Таврида и две студии, Ромофолк и Упс, которые помогали вовладеть в этом метод жизни. Здесь несколько переосмысленные смыслы, благодаря искусственному интеллекту, поскольку он сейчас у нас на каждом шагу. И вот здесь такой симбиоз искусственного интеллекта и потока творческой мысли самого человека, самого творца. По центру располагается робот, оснащенный ловостями и диодами, которые во время быстрого вращения создают вот такую трехмерную картинку и транслируют основные смыслы Таврида, то есть мир, любовь, искусство, поскольку мы проявляем любовь к миру именно через искусство. И вот здесь еще один зал. Такой лаунж-место для отдыха, для некого переосмысления еще одной интересной темы. Сама экспозиция называется «Код» и она транслирует тему золотого сечения, которая присутствует у нас абсолютно везде. Этот ролик был создан искусственным интеллектом и фактически это его понимание того, о чем мы читали в учебниках. В выставочном зале комплекса «Бестро» располагается экспозиция под названием «Солнечный цветок». Грубо говоря, это робот, оснащенный LED-экранами и оснащенный датчиками. Когда вы запускаете этого робота, то есть когда вы прикладываете руку к датчику, происходит считывание всех ваших показателей организма и в зависимости от этих показателей запускается 10-минутный перформенс, который для каждого свой. В общем, попробуем. Красавочка. Ну, круто. Сюда нужно руку, да? Приложить руку, да. Центр подушечки пальца должен находиться прямо на датчике. Несколько секунд робот. Считывай информацию и далее запускается перформенс. Так, убирать можно? Убирать руку? Нет, 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 нет. Потому что все в режиме... Держать нужно, да? Да. Вот если у вас очищается сердцебиение, там скачет давление, все это отображается здесь. Блин. Можешь со стороны поднять? Угу. 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 И как понять, что вы думаете? А все выражается в генеративной анимации, звукоряде. На самом деле, вот мы тоже изначально, у нас такое скептическое отношение было. Поэтому некоторые ребята пробовали робота в обычном состоянии, потом приседали. И картинка, она действительно менялась. Угу. Действительно. Блин, ну очень необычно. Круто. Вот так, друзья, выглядит этот цветок. Да, вот мы находимся как раз на оконечности променада. Променад, это на самом деле целая система переплетающихся между собой тропинок, как по земле, так и в воздухе. На самом деле, вот как мы говорим, что у молодых творцов, у творцов в общем, помимо вдохновения, одним из основных ресурсов является время. Времени всегда не хватает. Поэтому, дабы сократить вот этот путь от одной точки к другой точке, была разработана вот такая вот система променада. Своими корнями она уходит в гостевой центр, где мы начинали нашу программу, и далее разрастается по всей территории Академии. Здесь, если смотреть с высоты птичьего полета, четко вырисовывается сама структура дерева и такой сакральный смысл древознаний. Как обыкновенное дерево, оно вот растет, развивается, наращивает новые ветви, так и Академия со временем, она приобретет свой совершенный инфраструктурный вид. Ну и вот верхние части этого дерева, они на самом деле на этом месте на суше не заканчиваются. Фактически, их можно продлить визуально в открытое Черное море. В этом году было принято решение о создании подводного арт-парка, первый на территории России такой уникальный объект. Первый арт-объект это птица Феникс, которая была привезена сюда с фестивальной площадки. Несколько недель назад она была затоплена, и после окончания арт-школы подводного арт-парка 17-го числа еще несколько арт-объектов заняли свое почетное место на этой территории. Попасть на самом деле туда может абсолютно каждый. Сами объекты, они находятся на глубине примерно 6 метров, то есть без спецоборудования, но, естественно, это будет проблематично. Но здесь есть дайв-клуб «Волшебник», он располагается в пляжной зоне, и они являются нашими партнерами и по организации этой арт-школы, и в принципе. И вот благодаря им каждый может увидеть красоту подводного мира. У них масса маршрутов, можно начинать с чего-то более такого простого и заканчивать подводным арт-парком. Ну и здесь же как раз-таки видны те самые пляжные линии. Это пляж академический, несколько дней назад он был торжественно открыт. Это комфортная песчаная береговая линия практически полного профиля, бесплатные лежаки, бесплатные теневые зоны, бесплатные санитарные зоны. Ну и впоследствии, после окончания строительства всех этапов, здесь будет полноценный курортный комплекс, поскольку мы постепенно превращаемся в первый в России молодежно-просветительский туристский курорт. И вот академия Меганом, она станет его ядром. Так, а кто может попасть на пляж сюда? Абсолютно любой желающий. На самом деле пляж доступен абсолютно для всех. Если говорить про некую логистику транспортную, то ведет дорога, видна парковка. На парковке все оставляют свои автомобили, и далее в пешем формате выбирают любую понравившуюся пляжную зону и проводят свой отдых, рекреацию и так далее. То есть пропуск ничего оформлять не нужно? Нет, вы спокойно доезжаете до парковки и потом посещаете все пляжные зоны. Все абсолютно бесплатно, все более чем доступно. Пропуск он закрыт по одной банальной причине, ведется стройка. Во время строительных работ, естественно, проезд гражданского транспорта он ограничен. А так все это бесплатно и доступно. Фонтан у нас там еще есть, кстати. Пока не работает, платформа плавучая. Это фонтан. Так, еще такой вопрос, что вот здесь все строится? От самой парковки до вас, прямо сюда, до Академии? От самой парковки до нас, это последующие этапы строительства Академии Меганом. То есть этими 27 гектарами мы не ограничиваемся, и впоследствии вся эта территория будет полноценным городом творчества. Здесь будет такая набережная, да? Тоже. И будет полноценная набережная, да. Курортная зона. Набережная и курортная зона будет доступна абсолютно для всех, и она абсолютно бесплатная, еще раз повторюсь. Можем, кстати говоря, прогуляться? Ну, пойдемте. Ну и перед нами получается тот самый пляж академический. Прекрасная пляжная береговая линия с белым мелким песочком, со специальными настилами для удобства хождения, лежаки, теневые зоны, спасатели, которые бдят в летний период времени. И прекрасный пляж, который испокон веков у местных жителей пользуется популярностью прямо перед нами. На самом деле при проектировке этого пляжа каких-то кардинальных изменений рельефа не было. То есть фактически мы дополнили те природные данные, которые уже здесь исторически сложились, и сделали это место более комфортным и адаптивным для отдыха как местных, так и гостей полуострова. Это все лежаки бесплатно получается здесь? Абсолютно все. Я Пас! Я Пас! Я Пас! Я Пас! Я Пас! Я Пас! Кап! Каши, Каши! И здесь видно еще одно преимущество именно вот этого пляжа, так называемый детский. Он достаточно мелкий, очень плавный спуск в море. Здесь можно отдыхать более чем комфортно, не переживая, что там два шага и по горло в воде. И такой естественный барьер, закрывающий это место от особо сильных волнений. Думаю, будет еще лучше. Это только то, с чего мы начинаем развивать этот курорт. Сам курорт объединится в территорию Академии Меганом, пляж Ракета, фестивальная площадка. Это будет единая экосистема, можно даже сказать. Ну, я думаю, что он покрылский сам. Мы 40 лет сюда ездили, детей возили на Меганом. Самый такой детский. А сейчас в этом коллекции остановились, как кобели. Но все равно там пляж не пошел. Я говорю, едем на Меганом. Ну, там вторая зона, она сейчас только в стадии проектировки. Но, тем не менее, вот несколько аттракционных зон, так скажем, уже открыто. То есть, это и спортивная площадка, это два корта для пляжного волейбола. И вот уйдется активное строительство как раз-таки дайв-центра «Волшебник», который будет заниматься погружением абсолютно всех, как в просторы Черного моря, так и на территорию подводного арт-парка. Пока ребята вот ютятся в небольшой коморке, но в скором времени после окончания строительства все изменится. Это будет такой курортный, классный курортный блок. Так, арт-парк где-то вот здесь подводный, да? Грубо говоря, вот да. Смотрим прямо в море, море делим примерно на две равные части по горизонтали, и вот в том районе на глубине 6 метров располагается подводный арт-парк. Смотрите продолжение в следующей части. 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 В следующей части. В следующей части. Друзья, друзья. Так, ну, пойдемте смотреть, что теперь на этом пляже. Прямо на пляже. Видите, здесь тоже у нас присутствует, как мы видим, парковка. Это, друзья, парковка, это, друзья, парковка, это, друзья, парковка бесплатная. Так, ну, пойдемте, где, друзья, как мы видим, как мы видим, что, конечно, на этом пляже. Так, ну, мы видим, что здесь есть, здесь, здесь есть, здесь есть, здесь есть. месте или это не глаз как по мне это глаз со стороны вот он здоровенный но еще тоже не открыли и сидела и давайте глянем что здесь появится как она будет выглядеть здесь есть видите о к калмыкии концепция монументальной композиции вот так она будет выглядеть такой подсветкой как циферблат часы получаете этот понимаю арт-объект о к калмыкии основа композиции раскрытый глаз в качестве радужки и зрачка в газу расположено колесо с 12 спицами символ кочевых народов которые будет которая будет загораться как солнце небесное колесо символизирующая цикличность сансары перерождение и обновление солнце светящиеся в светящиеся в глазах создаст дополнительный смысл свет взгляд и ясность видения в общем друзья много тут у него будет разных фишек у этого ока но интересно когда она засветится как солнце будем смотреть когда его включить я вам покажу так ну пойдемте на сам пляж смотреть но естественно здесь вот для машин весь дорога и соседние идет уже для пешеходов тоже видите фонарные столбики из пока еще территория такая тоже под заброшенная ну естественно что это здравствуйте естественно не этот ролик будет естественно друзья это тоже будет все оба гаража от собой делать клумбы сейчас там дальше видите как уже сделали сюда пока еще рука не дошла а нет вон там сделали кемпер на такой небольшой городок и там у них прям красиво очень много растительности высадили не знаю доберем сюда или нет ну пройдем посмотрим так ну и мы по чуть-чуть уже приближаемся здесь тоже шикарная здесь просто друзья было можно сказать пустыня в этом месте заброшены такие пляжи местность сейчас же здесь это все развивается и как это все преобразилось просто небо и земля еще раз повторюсь он так но вот здесь вы видите есть платная парковка вот она стоимость данной парковки 50 рублей 1 часть в принципе приемлемая цена за 50 рублей час можно постоять вот эти пальмы уже здесь год растут и как видим они пережили нашу суровую зиму меганомов скую и вот до сих пор здесь радует радует нас собой так ну пойдемте там конечно слышу же музычка играет вот это конечно для ютуба очень плохо все эти музыкальные композиции потому что за нее прилетает авторские права поэтому давайте-ка свернем наверное немного в сторону чтобы нам ничего не было и начнем оттуда свой обзор или сверху вам покажу вот так ладно пойдемте сначала туда там до столовой доберемся так нос видите здесь тоже сделать делают вот этого в прошлом году не было тенька вот это это в этом году уже сделали такую зону тут возможно что-то еще будет достраивать кстати забыл сказать вот они туалеты все тоже бесплатные здесь поставили небольшие детские кейта площадки для совсем уже маленьких детей здесь внизу песочек беленький чтобы они здесь играли ну скорее всего здесь может быть днем работает с ними аниматор либо по утрам но это не точно не знаю может вы это сами со своими детьми будет но вот такая здесь зона дальше у нас идет тоже песчаное поле волейбольное где вы можете прийти с командой и поиграть волейбол сейчас вам покажу вон видите сеточка стоит вон она и здесь песчаный волейбол вообще шикарно шикарная тема так ну пойдемте возле футраков возле тех пойдем пройдем в каждом футраке какая-то разная кухня друзья я прошлом году в каком я ел я вроде бы вон в том морском я у меня прям очень понравилось мы ели мидии 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 еще что-то ели было очень вкусно но естественно цене чик здесь на пляжах сами вы понимаете будет не такой как в городе естественно дороже потому что мы вдали от магазинов от цивилизации ну и сам понятное дело что людям тоже нужно зарабатывать поэтому можете брать пищу с собой можете питаться здесь и можете пойти вон туда столовую в столовой приемлемые цены мы с никонору чем проводили прямой эфир оттуда всем там показывали кто не смотрел обязательно пересмотрите его здравствуйте спасибо спасибо вы откуда как вам здесь расскажите нравится море уже купались и только приехали как водичка вообще теплая уже понятненько на чем добирались крым машине расскажите как там на мосту обстановка была вот эту пробку да ой понянька ну ладно хорошего отдыха давайте счастливо до свидания вот так выглядят футраки ну и в каждом какая-то своя еда здесь пицца пита янтык можно заказать там морская гастрономия fish point здесь плов вам приготовить чебуречки а дальше shark boots я вроде бы вот в этом последнем и питалась если ошибаюсь для здесь тоже видите такая большая сцена стоит здесь летом смотрите сайт тавриды проводятся какие-то концерты они проводятся бесплатно поэтому будьте на пляжик из обязательно заглядывайте на концерты но здесь тоже вот хот-доги но вот такая зона пойдемте лучше на пляж уже сходим посмотрим на сам пляж так здесь тоже сделали какую-то такую интересную кафешку посмотрите к ней прикольно оборудовали так давайте с той стороны обойдем где вход покажу вам вот так она выглядит как какое-то дерево внутри так ну что давайте начнем прогулку по пляжу так здесь какое-то лобное место прям сделали дом 2 проводить смотрите вокруг скамеечки внутри костер можно разжечь специальное место и вот такие поверху лампочки интересно к вечером все это светится начал прикольно какое-то мероприятие проводить хоть сюда прийти просто посидеть у костра послушать там песни возможно на гитаре будет играть так ну и мы с вами заходим на этот пляж то что не здесь нравится друзья здравствуйте отлично вас как а вот встретили как вам отдыхается расскажите все нравится очень хорошо замечательно так так откуда вы не забирались крым расскажите добирались так четыре с половиной часа на мосту постояли но это не ничто по сравнению с той любовью которую какую вообще мы испытываем к судаку вы сюда к именно приезжаете как море купались уже да дети купаются но сегодня классно сегодня хорошо вчера были в дуузы правда хотели сегодня поехать в новый свет на катере покататься у меня сегодня рождение днем рождения чат тоже днем рождения поздравляем ладно хорошего отдыха давайте побежим дальше давайте до свидания вот так друзья люди выбираются в крым и отдыхают вот здесь на берегу моря так комментариях поздравьте с днем рождения вот таком и смотрите пляж здесь там такой каменистый но я вам скажу что в море там чистый песок мы сюда раньше тоже приезжали купаться сегодня видите после дождей после шторма вода мутная а так обычно это очень чистая ну и вот он сам пляж ракета получается также спасатели также вот есть нет пункт здесь скорая помощь так сказать быстрая есть детская зона которая вот быками ограждена есть пандус для людей с ограниченными возможностями по которому можно вот прям на коляске спуститься в море в общем друзья пляж полностью оборудован песочек здесь завезенный если раньше вообще не было но сейчас такое прекрасное местечко отдыха появилась у нас в судаке ну естественно вот тот самый космонавт фото с которым наверное есть у каждого кто бывал на этом пляже я уверен в этом стол процентов роскосмос друзья поехали но поэтому можете сюда прилить кстати вот здесь шезлонги я знаю что не бесплатно сейчас мы узнаем цену на шезлонг у кого-нибудь а у кого только непонятно эти пожалуйста шезлон какую цену 1 который да а спасибо сейчас друзья сказали там где-то цены есть пойдем спасибо здравствуйте как вам отдыхается все нормально поняли к на давайте хорошо отдыха вам побежим до свидания вот друзья наши тоже зрительные здесь уже так мы тоже есть морские развлечения банан бэтмен это как и называют таблетка так как где цене чекам узнать смотрите на академическом пляже на котором мы были здравствуйте спасибо большое таковы откуда а ничего себе как вам здесь все таки расскажите как вам пляж ракета спасибо спасибо очень информативные ваши ролики но вот теперь вы попали в ролик особенно когда плавали по морю на этой соборде ладно побегу дальше давайте хорошего отдыха до свидания вот такие друзья приятные мне подписчики так оценничек ценничек а вот прокат пойдемте узнавать цены также здесь можно собор взять в аренду это уже очень и очень я считаю здорово так как где здесь ценники у нас а это там нет стенд там нужно к другому это первая помощь при утоплении надеюсь никто тонуть не будет здесь магазинчик где можете купить какое-то там снаряжение маски очки ласты чтобы поплавать здесь посмотреть на дно но здесь особо на дне ничего интересного нет только рапаны в песке будете вы находить их поэтому если нырять то на гравийную бухту там дно просто потрясающее так как где цены не могу найти а вот здесь надо нужно спрашивать а вот друзья аренда шезлонга один час 100 рублей 4 ч 40 рублей один день 500 рублей аренда бунгало 1 1 час 500 рублей один день 2000 рублей аренда полотенец один день 200 рублей так аренда камерохранение маленькой ячейка 100 рублей средний ячейка 150 рублей и большая ячейка 200 рублей пляж ракета для ваших питомцев предусмотренные мисочки для воды и пакетики для для чего в общем друзья видите даже с питомцами сюда оказывается можно но цены вы услышали озвучил их вам в принципе цены не завышены я считаю адекватная цена на шезлонг если вы там пришли до 4 часа в голове хватит за 250 рублей отдохнуть также здесь установлены вот такие душевые чтобы после моря после соленой воды искупаться уже в пресной и вот такие краники где можно уже помыть ноги от песочка прикольно все оборудованы тоже друзья все бесплатно уже за душ платить не нужно так сейчас все хочу сходить в сторону кемпинга туда посмотреть что и там они сделали друзья к сожалению с той стороны играет музычка из колонок поэтому там вам не могу особого снять поэтому покажу здесь смотрите ракета кемпинг кабины и палаточный лагерь если вы любите отдыхать дикарем ищите место где снится с палаткой то здесь на территории это можно сделать вот такие здесь небольшие комнаты но не прям супер небольшие не прям интересно сколько стоит арендовать такую комнату сколько там человек поместится ну видите сами они даже прям реально маленькие но как я понимаю не с кондиционером наверное потому что если без кондиционера в них невозможно будет жить да вот в каждой комнате присутствует кондиционер это реально хорошо а мне аж интересно стало сколько стоит такой домик представляете здесь прямо на пляже ракета можно снять такой домик в кемпинге и отдыхать и кушать ходить в столовую столовой тоже в принципе здесь такая адек с адекватными ценами так ну пойдемте на ресепшн узнаем что у них здесь по ценам но есть зона вот такие площадки где вы можете разместиться уже со своей палаткой платить только за место сейчас мы тоже узнаем сколько стоит такое место под палатку ну прикольно сделали кстати много растительности высадили особенно там такие красивые какие-то деревья или кустарники и не так заплетены красиво там прям под колонками находятся покажу следующий раз когда будем здесь гулять уже без музыки ну вот так прикольно оборудовали здесь все вот видите зоны с палатками а здесь даже вон мангальная зона есть я кстати знаете где нам можно пожарить шашлык в прямом эфире воспользоваться их кемпингом так сказать здесь вот раковины есть и можно водички набрать посуду помыть сосны тоже высадили и скорее всего да здесь туалет а здесь душ вот он общий душ женщин туда мужчины туда но супер прикольно я сюда кстати никогда не заходил эту территорию сделано круто так и вот он впереди ресепшн сейчас узнаем что у них по ценам так друзья ну что зашли с вами на ресепшн смотрим на фоточки вот кстати она лаванда ролик недавно выходил оттуда у меня здравствуйте расскажите нам вот за кемпинг именно информация очень интересно мы предоставляем жилье домики стандарт домики комфорт стандарты 2000 комфорт 2500 разница между ними что в комфортном свой санузел душ стандартным общий на территории в комнатах разницы нет две одна спальная кровать и лампочка тумбочка они на двоих то есть домик или до домика на двоих детками до 7 лет как бы можно жить в одном если родителям будет удобно также кондиционер не договорила комплект постельного полотенец в общем-то все по домикам можно остановиться с палаткой палаточный лагерь нас организована 500 рублей сутки на два человека половина настила 1000 рублей плюс 200 рублей машин так раскрытия покушать тут серф кухня работает с 9 до 8 часов на территории также траки тоже часов до 7 не работают отлично еще такой просит можно ли нам заглянуть в такой домик пойдем пойдем здравствуйте так ну что друзья сейчас заглянем в один домик для приема пищи для работы то есть люди сидят вечером отдыхают также на все дни рождения же отличаются поставили новый мангал кстати только сегодня на территории так если просто прийти на мангал допустим шишечков пожарить только можно ли нет а если нам эфир провести там так здесь и душ до для стандартных и для палаточных а для люксов свой там да так это уже входит стоимость душ все это так конечно 24 на 7 как бы он работает на горе у нас ресторан строится вот это белое здание это спа зона будет это что в спа зоне там будет такого ничего всех тут а ты сам продвинутый кемпинг крыму здравствуйте да а мы там сейчас подойдем еще посмотрим как живут так друзья ну вот такой номерок небольшой чисто поспать все время тусоваться где-то на пляже есть кондиционер это еще огромный пустак а телевизора такого здесь не да нет телевизора к сожалению нет и холодильнику тоже нет но это с собой мини холодильник визите и кто сейчас телевизор смотрит все в интернете так это номер какой был а вот сам узел тут есть а ничего себе прикольно друзья санузел под открытым небом и скроза прикольно пойдемте так далеко она был там если на пляже как дерево там да 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 там я был уже тут как бы вот это вот шатер скорее всего будет а вот этот вот закрытый который купол хорошо ладно ну все спасибо за короткую информацию сейчас пойдем туда он скорее всего мои зрители и что них узнаем посмотрим как они тут живут здравствуйте это наш крымский блогер и в основном судакский вот мальчик вы можете зайти в дом а вы наверно смотрите меня да не смотрю ну я думаю посмотрим а вот посмотрите можно посмотреть как тут живете палатки так лиза вот так друзья если приедете с палаткой откуда вы здесь у нас маленький холодильник компрессорный минус 20 ничего себе газ охотший газ свой тут здесь у нас шкафчик здесь у нас вешалочка это когда ураган я подпёр а бывает такой прям ураган сильный ветер сильный и тогда начинает как вам все здесь в этом месте нравится очень хорошо обслуживающий персонал сказка космос сбитые сливки я не знаю пенсионерам здесь очень нравится ой очень хорошие внимательные на все наши хорошо отзывается сразу же здорово помогают ну и где посмотреть ролик таковы первый раз крыма уже или уже сколько себя знаем мы были на капселе вот здесь часто потом связи с тем что закрыт решили приехать сюда и были если честно поражены но здесь прям круто так сделали мне тоже очень понравилось особенно будет хорошо когда вот деревья подрастут до зелени будет на времени может автокемпинг автодом купим ничего все так планируете в дальнейшем путешествовать квартиру продать москве купить это супер крутой уже будет за 7 миллионов а так где-то миллиона 2 полтора александр михаленко забивать да но в ю тубе можно можно в контакте где вы есть вот в ю тубе забить александр михаленко завтра этот ролик уже выйдет да мы его посмотрим запишите хорошо хорошо михаленко да все давайте хорошего отдыха до свидания спасибо что дали заглянуть нам все палатку ну что друзья вот так живут люди здесь в кемпинге говорите как видите им понравилось сами не рассказали действительно прямо с территории сделали реально какую-то сказку мне тоже очень нравится так но домик стоит друзья две тысячи рублей это уже с это собственным этим душам и туалетом или это две с половиной стоит собственно душа вообще не знаю какая цена какая там перемотайте назад и и увидите какая цена как у девушка говорила нам ну в принципе прикольное местечко для отдыха могу рекомендовать добрый день здравствуйте у меня к вам претензии какие потому что жена вообще забыла меня смотрит ваши видео влюблена в крым целый год вот должна приехать 5 числа поэтому я могу это высказать спасибо вам большое за информацию за все это очень ценно очень ценно спасибо что смотрите так откуда вы вообще москвы нужно подписаны и смотрит вам круглый год про направил как не закажем опять спасибо вам большое очень ценный просто ценный репортаж спасибо что смотри так как он здесь отдыхается расскажите шикарно просто шикарно вы знаете мы объездили очень много и по крыму автокемпинга и так далее здесь ну просто супер чем это не лучше других кемпингов я не знаю брат говорит там я вот пять не поставил потому что бассейна нет в бассейне я купаться не стал ну да если море мне он не нужен дает бассейн просто супер и говорит мы сюда приехали это ну за границ это за границей горит я такой видел в турции финляндии но у нас нигде ну вот хорошее место правда тоже нравится ладно хорошего отдыха жене привет передавайте 1 1 это претензии она забыла про все про все про дом и так далее только смотрят вас репортаж светлане огромный привет если посмотрите этот видеоролик ну что друзья такой сегодня получился можно сказать информативный видеоролик показал вам во что превратился в меганом и меня это радует во что он превратился сами слышите отзывы людей которые сюда приезжают но действительно вот я по своему опыту скажу да это круто здесь просто ничего не было был обычный пустырь и во что это превратилось такое шикарное место отдыха прям вот у нас все таки суда к центр крыма приезжайте к нам на отдых все я с вами прощаюсь поддержите пожалуйста видеоролик большим пальцем вверх напишите свой развернутый комментарий подпишитесь на мою группу вконтакте потому что вы пропустили мой самый экстремальный видеоролик который я снимал вообще своей жизни я сейчас кусочек его вставлю а полное видео будет вконтакте вы можете перейти по ссылочке и посмотрите вот друзья только если вы слабонервные то лучше не открывайте не смотрите но если готовы погрузиться в полнейший экстрим то заходите смотрите там будет у вас и дух захватывать выпейте сразу там валерьяночки потому что будет максимально страшно будете очень сильно переживать все переходите смотрите я с вами прощаюсь с вами был я александр михаленко совсем скоро встретимся в новом видеоролике всем пока